Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим о последней, 24-й главе Евангелия от Луки. В эту последнюю главу Евангелист помещает несколько свидетельств о воскресении Господа Иисуса. Первая из них, собственно, почти такая же, как и у всех остальных евангелистов, рассказ о женщинах, которые рано утром, собственно, в воскресенье, в первый день после субботы, пошли к гробу для того, чтобы закончить те погребальные церемонии, которые они не успели закончить вечером в пятницу, в день распятия. Потому что это была тоже достаточно продолжительная процедура, что смогли они успели и должны были прерваться на целые сутки, потому что это был день субботний, и, кроме того, это была суббота Пасхи. Так было принято. И вот евангелисты, следуя рассказам, по-видимому, разных участниц событий, ни одной только женщины, да, говорят о том, что они прибежали, быстро пришли к этому гробу рано утром, когда только-только расцвело, и еще когда шли по дороге, кто-то из них, видимо, вспомнил, что этот гроб, а тогда обеспеченные люди, как Иосиф Римофейский, в основном делали гробы в виде пещеры, заваленной таким огромным круглым камнем, катавшимся в желобе. Вот кто-то из женщин вспомнил, что «А как же мы этот камень-то сможем откатить? Он очень велик, он очень велик». И, естественно, этот громадный камень не под силу было сдвинуть даже нескольким женщинам. Это задача, которая требовала еще и некоторых технических приспособлений, рычагов. Кто отвалит там камень от двери гроба? Вот вспомнили они по дороге, и когда наконец дошли, вдруг увидели, что камень отвален. И это пугающая ведь вещь, потому что им не могло прийти в голову, что это сделал Бог или ангелы, или что-то такое произошло. Первая мысль, которая, естественно, приходит в голову, что кто-то ограбил гробницу или украл тело, неважно для чего, то ли в расчете на поживу, то ли из ненависти для того, чтобы и над мертвым Иисусом поиздеваться. Но вот в ужасе, в страхе, что могло еще и такое ужасное произойти, они вбежали в гроб и увидели, собственно, пустые пелены. Это момент, который требует тоже разъяснения, потому что по иудейскому обычаю при погребении тело покрывали обычно сверху и снизу одним куском полотна. Ну, собственно, все мы можем видеть туринскую плащаницу, не в турине, так в интернете. Да, и там понятно, как это делалось. И еще сверху, перекладывая благовониями, обвивали бинтами, ну или там полосами ткани, напоминающими современные бинты. Соответственно, особенно когда благовония подсыхали, это довольно быстро происходило, все эти пелены превращались в некоторый кокон, который был почти твердым. При этом, как еще евангелист Иоанн свидетельствует, лицо обычно дополнительно обвивали еще одним платом. Да, когда вот Иоанн пишет, плат на лице его отдельно свитый на другом месте увидел Петр. Итак, мы не можем, на самом деле, с уверенностью утверждать, что увидели женщины, но, скорее всего, это были пелены, не размотанные, лежащие на той каменной скамье, на которую положили тело Господа Иисуса, но эти пелены пусты. И, собственно говоря, это становится для них каким-то проблеском изумления и надежды, потому что невозможно забрать тело из пелен, не размотав их. Если бы это были какие-нибудь грабители или похитители, в конце концов, они бы унесли вместе с пеленами, либо вынуждены были бы разматывать их. И вот они видят эти пустые пелены, и это вообще не укладывается ни в какое рациональное понимание происходящего, просто потому что так не может быть. И в этот момент видят они, ну, как сами они рассказывают, увидели они то ли одного, то ли двух ангелов. Видимо, в рассказах разных женщин эти детали отличались. И ангел говорит им, ну и что вот вы его здесь ищите? Что вы ищете живого между мертвыми? Он жив, он жив, он воскрес, так, как он говорил вам. С одной стороны, они обрадовались, с другой стороны, были еще более перепуганы и в страхе побежали говорить об этом апостолам. Евангелист Лука свидетельствует, что для апостолов это оказалось таким же непостижимым, таким же непостижимым, совершенно нерациональным. Ну как это могло быть? Они думают, что, наверное, там у них сделалось какое-то помутнение, и им показалось, что пелены пусты. Вы знаете, ведь в последующие времена каких только гипотез люди не придумывали, чтобы только объяснить, что воскресения не было. Ну вот, евангелисты рассказывают нам именно об изумлении всех, кто слышит о воскресении Христа, потому что это действительно неожиданная вещь, не то, что можно было бы выдумать или сговориться. И вот евангелист Лука еще удивительную тоже деталь добавляет, говоря, что никто вроде бы женщинам не поверил, но что-то в Петре было такое, что заставило его все-таки побежать к гробу. Все-таки побежать к гробу. Мы не знаем, то ли это была надежда, то ли это было недоверие. Неважно на самом деле. Знаете, вот как потом на море Теверятском, когда они увидят Иисуса, Иисус Петр прямо с лодки прыгнет в воду и поплывет, только чтобы скорее прикоснуться к воскресшему Иисусу. Важна для нас вот эта устремленность к Нему. Для тех, кто действительно стал учениками, друзьями Иисуса, и кто прошел через весь этот ужас креста Иисуса, невозможно не устремиться к Нему, не побежать. В этом смысле это действительно такая икона того, что такое вера. Петр, бегущий ко гробу. Хотя он сильно немолодой человек, вполне трезвомыслящий, рациональный, понимает, что так не может быть. Но ему надо увидеть, что там произошло, потому что это имеет отношение к Иисусу. Не потому что любопытно, а потому что это имеет отношение к Иисусу. И вот, как пишет евангелист Лука, Петр пошел обратно, недоумевая в себе, девяся бывшему, не понимая, что же там могло произойти. Очень может быть, что из тех, кто ходил в этот момент ко гробу, кто-то, как часть женщины, или Петр вообще могли не заметить этих стражников. здесь же где-то в остолбеневших и лежащих. Кто-то заметил, рассказал об этом, этот рассказ дошел до евангелистов. Здесь Лука не сообщает нам об этих самых стражниках, но, видимо, они действительно там где-то в стороне от центральной, так сказать, линии событий присутствовали. Дальше Лука помещает здесь совершенно другой рассказ о явлении воскресшего Христа другим людям при других обстоятельствах. Вот два неназванных по имени ученика идут в некоторую деревню, в Эмаус, которая на некотором расстоянии расположена от Иерусалима, и сами горюют, недоумевают, рассуждают, что же это такое, почему это произошло, и как это возможно. Потому что недоумение ведь заключается в том, что Иисус совершал реальные чудеса. То, что он говорил, действительно наполняло светом сердца людей, и он действительно был человеком совершенно необыкновенным, и при этом он погиб. Как одно может соотноситься с другим? Если он был мессией, то он не мог погибнуть, а если он не был мессией, то как он мог совершать чудеса? Поэтому недоумение Луки и Клеупы, как называют традиции этих людей, было совершенно понятным и объяснимым. И вот евангелист Лука говорит о том, что Иисус каким-то образом оказался рядом, шел, вдруг они увидели человека, который идет с ними рядом, и завязался разговор, и он предложил им увидеть все происшедшее по-другому. Начав от Моисея, всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Господь, собственно, дает возможность Луке и Клеупе увидеть вот этот замысел Бога в том, чтобы разделить с нами наша смерть и наше страдание воскреснуть и быть с нами. Дело, собственно, не столько в том, что что-то происходит, что-то меняется с нами. Благодаря тому, что Иисус воскрес, Он теперь всегда с нами, всегда, как Он сам говорит своим ученикам в конце Евангелия от Матфея, вот я с вами во все дни до скончания века. И вот Христос объясняет этот замысел Божий. Христианам всегда было ужасно интересно иметь конспект этой беседы, но его нет, поэтому, в общем, мы более или менее удачно домысливаем, о каких пророчествах Господь говорил Луке и Клеопе. Но важно по большому счету то, что у них открылись глаза, то, что у них открылись глаза. И когда они пришли в это селение, Иисус вместе с ними вошел, чтобы совершить трапезу, эти люди обращаются к Нему с просьбой, говоря, «Рави, ты возглавь нашу трапезу», потому что трапезу, надо начать с благодарственной молитвы, благословения хлеба. И, видимо, отнеслись они к Нему действительно как раввину, как к авторитету, как к человеку, который понимает о Боге что-то гораздо лучше, чем они. И когда он согласился и взялся преломлять хлеб, скорее всего, они в этот момент увидели на его запястьях раны от гвоздей. И вот именно в этот момент, когда он преломлял хлеб, они узнали Иисуса, потому что у кого еще в эти дни в Иерусалиме можно было бы увидеть раны от гвоздей у живого человека. Понятно, что это, конечно, Иисус. И тогда он стал невидим для них. Кстати, ведь это тоже довольно поучительная вещь, потому что все-таки, насколько можно судить, по рассказам евангелистов, явления Христа даются людям для того, чтобы нам было в какой-то момент легче перешагнуть через свою недоверчивость и войти в эту радость, в этот удивительный дар воскрещения и поверить в него. И, наконец, заключительная часть 24 главы Евангелия от Луки рассказывает нам о том, как Господь явился самим апостолом. Тоже удивительно совершенно и бесконечно важно, то, что апостолы в этот момент испугались. Хотя он пришел и сказал «Мир вам!» Он не стал ругать их за то, что они разбежались или какие-то еще ошибки совершили. Он вошел снова в их жизни и сказал им «Мир вам!» И вот испуганные апостолы сами не знают, смутились, не знают, что думать. И тогда Господь им говорит «Ну вот, прикоснитесь ко мне, прикоснитесь, убедитесь, что это я, а не дух, не призрак». И более того, он совершает самую человеческую вещь, просит им дать ему какой-нибудь еды. И тут оказался кусок жареной рыбы и сотового меда. Как бы одно с другим не сочетается, но вот по случайности просто два совершенно разных куска пищи оказались. Они ему сразу дают эту еду. Для Иисуса важно, чтобы его ученики убедились в реальности происходящего и убедились, что это не кажимость, не призрак, а действительно реальный воскреший Иисус. В конце концов, вопрос о технологии для нас по большому счету не важен. Ну какая разница, как происходит воскресение мертвого? Все равно, когда наступит наш черед, мы увидим, а до того мы все равно не сможем этого воспроизвести. Важно именно то, что действительно Иисус воскрес во плоти, и это не какое-то помрачение и надувательство. При всем том, как и вокруг Креста, каждый определяет свое отношение и свою веру для себя сам. И, наконец, после этой первой встречи Господь еще много раз является учеником, обращается к ним и говорит, «Ждите, будьте в Иерусалиме благодаря, в результате того, что произошло, в результате воскресения Христова, говорит им Господь, вы облечетесь силой свыше, я пошлю обетование отца моего на вас». Они не очень хорошо еще в тот момент понимают, о чем идет речь, с одной стороны, а с другой стороны, знают пророчество о том, что победа Бога становится постепенно источником жизни для всех окружающих. Поэтому слова «я пошлю обетование отца моего на вас» для них, без сомнения, имеют смысл. И дальше Лука, собственно, ставит не точку, а запятую, потому что деяния апостолов являются прямым продолжением, логическим продолжением его рассказа в Евангелии. И мы поэтому не будем, собственно, ставить точку, потому что на явлениях воскресшего Иисуса апостолом дело отнюдь не заканчивается.